Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Места не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, корбить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения А теперь вот рассказываю тебе о них Всякие интересные истории Помнится давным-давно Когда я был таким же, как ты Мне попала старинная книжка С очень интересными рассказами Среди прочих, любопытный сюжет Про то, как однажды На одном корабле Везли цирковых животных И огромный тигр Выбрался из клетки Началась паника Пассажиры Позапирались в своих каютах И только корабельный доктор Не растерялся Он взял большую тряпку Вылил на нее Весь имевшийся запас На стойке валерьяны И положил в клетку Тигр Тотчас почувствовал Соблазнительный запах И сам прибежал в западню Оставалось только запереть дверь А все потому Что тигр Несмотря на размеры Всего лишь большая кошка Со всеми кошачьими слабостями А как известно Кошки буквально с ума сходят Голову теряют От валерьяны А нализавшись Или налагавшись Пьянеют словно люди от вина Кстати я подозреваю Что именно этот старинный рассказ Вдохновил писателя Виктора Канецкого Сочинить сценарий Известной кинокомедии Полосатый рейс А что касается валерьяны То даже в природе Коты частенько находят ее И раскапывают корни Чтобы сживать их И впасть в одурманенное состояние Еще больше они любят Ну прям таки обожают Другое растение Актинидию Ты очень хорошо знаешь Вкусные зеленые плоды киви Актинидия Это тоже киви Только с более мелкими ягодами Просто другой вид Который может Приспокойно расти в наших В северных широтах Старые растения А киви это Древенеющий лиан С длинными побегами Животные как правило не трогают А вот молодые саженцы Могут съесть с корнями Вот почему Если ты посадишь У себя в саду Актинидию Или другую лиану Которую кошки Тоже любят обгладывать Лимонник То обязательно Прикрой их Металлической сеткой Ну если уж не от своих Так от соседских котов Дело в том Что как мы уже не раз С тобой говорили Кошки Облигатные хищники И питаются только мясом Именно поэтому Им не хватает Фолиевой кислоты Что в избытке Содержится в листьях Кроме того Кошки Страдающие Расстройством пищеварения Или Нализавшейся шерсти А шерсть Комом стоит у них Кишечники Очень часто Специально Наедаются травы Чтобы вызвать у себя рвоту В этом случае Они таким Своеобразным образом Лечатся В саду На клумбах Или в цветниках Очень много Ядовитых растений Аконит Жимолость Каприфоль Живокост Наперстянка Но как правило Животные Ими не травятся А вот в комнатных условиях Такая опасность Не исключена Ведь и на подоконниках Можно найти Ядовитые цветочки Прежде всего Это представители Семейства Ароидных Диффенбахия Монстера Сингониум Аллаказия Филодендрон Антуриум Соскуки Кошки Ну, чаще всего Неразумные котятки Могут играть с их листиками Царапать когтями А потом В пылу игры Еще и кусать Ну, умереть они Конечно, от этого не умрут Но могут страдать От легкого отравления Что можно сделать Чтобы этого избежать? Но тут уж дружок Подумай сам Может быть Не пускать кошку Без присмотра В комнату Где стоят опасные цветы А может быть Отдать на время Эти растения Друзьям или родственникам Пока котенок Не подрастет И не поумнеет Еще опаснее Могут быть растения Другого семейства Молочаев Кротоны Акалифы Ятрофы В их млечном соке Содержится Вещество Эофарбин Отравление которым Протекает В очень тяжелой форме Ожоги И воспаление Слизистой оболочки Язвы В ротовой полости Нарушение Нервной регуляции В моей практике Был случай Когда доходило До слепоты Так что учти За кошкой Нужен глаз да глаз Это между прочим В ее интересах Мой друг Писатель Николай Николаевич Непомнящий Знаешь как Отучил своих котов Драть и выкапывать Из горшков растения Раскладывал На подоконнике Заряженные мышеловки Только устанавливал Их вверх ногами Чтобы Не повредить Котам лапки Вот как только Те залезали На подоконник Мышеловки Начинали Скакать И громко хлопать А проказники В ужасе Разбегались Кто куда Однако Пора прощаться Дружок До новых встреч До новых Историй Про кошек Про собак Продолжение следует... Продолжение следует...